Всем привет, с вами Макс Медалье, и я расскажу вам про песню Ben Out. Собственно, эту песню я написал, когда я жил еще в Лондоне и учился в магистратуре. В тот прекрасный день, я помню, мы сидели у моего друга в его комнате на седьмом этаже, по-моему, если я все правильно помню. Там было такое панорамное окно, из которого было видно лондонский сити вдалеке. Небо было серое, но атмосфера была соответствующая, скажем так. Когда вечерело, и только подходило к закату, естественно, самого заката никто не видел. Нормально, обычная погода, что в Лондоне, что в Москве, одно и то же. И вот, значит, у нас был обычный вечер вместе, но у него в комнате, прямо у окна, стояла пианино. Ну, точнее, не пианино, а синтезатор, прям такой же, как здесь. Ну, может, попроще немного. И я такой, подключите меня, пожалуйста. Что же я еще делаю? Куда не прихожу, мне обязательно надо на чем-то сыграть. Если есть, конечно, на чем. И он такой, ну, ладно, окей. И я сидел, и ко мне пришли, вот, значит, в следующий аккорд. И так напевал еще. Я думаю, что мне это нравится, но не знал, куда идти дальше. То есть, было все скатывалось как-то банальше, но я немного застопорился, хотя основная идея зафиксировалась. Буквально на следующий день, а точнее вечер, мы снова собираемся у него в квартире, примерно с теми же целями, что и в предыдущий вечер. Может, чего-то приготовить, чего-то там, значит, выпить, непонятно. Сам не помню. Я решил продолжить над этим работать. И на фоне, я помню, его девушка, она готовит что-то там, звук шипящего масла на сковородке. Они общаются, шутят. Вот, а я сижу, значит, это. А дальше непонятно. И я уже просто оборачиваюсь, говорю, что мне делать, ребята, что мне делать? И я, значит, обращаюсь к Анастасии, собственно, от нашей подруги, и говорю, куда мне пойти дальше? И она говорит, слушай, ну попробуй ноту Си. И я такой. И дальше она сама полилась. Пропелась абсолютно само собой. И после этого я уже сформировал идею для куплетов, которая была чуть попроще. Куплеты оказались относительно базовыми, но важно было сделать хороший припев. И благодаря ее подсказке получилось наконец это сделать. Я тут же взял диктофон и под все еще продолжающийся, продолжающийся, простите, звук шипящей сковородки пришлось это все записывать. Идея была схвачена. И вот, знаете, от этой атмосферы, которая была тогда в квартире моего друга, с этим панорамным окном, с этим видом на серый Лондон, у меня как-то сформировалось некое романтическое настроение. И как раз близился Новый год. То есть эта песня была написана, по-моему, в ноябре 2019-го. И я подумал, напишу-ка я ее как подарок на Новый год своему очень близкому, очень важному человеку. И так появилась эта романтичная песня, в которой я хотел сформировать, знаете, такую эмоцию, когда вот вы вдвоем со своим любимым человеком, в одиночестве, в маленькой комнате, а все вокруг горит. Знаете, как в этом меме с собакой, которая типа, все нормально, и вокруг все просто взрывается, все горит. Ту же идею я взял за основу. Да, я взял мем за основу своей очень лиричной, трагичной песни. Классика. Классика жанра. Все музыканты так делают, я абсолютно на этом уверен. Собственно, в конечном счете, получилось, что как бы let the world burn out. То есть мы даем миру вокруг сгореть, потому что мы есть друг у друга. Вот два человека, одни в комнате, пока весь мир вокруг разрушается. До основания происходит апокалипсис, ну а любовь живет. Собственно, такой был посыл. И вот у меня, значит, была музыка, был текст, была готовая демозапись. Приезжаю я в конце декабря в Москву, чтобы, наконец, презентовать этот подарок. И буквально утром 1 января я, значит, своему очень близкому человеку, как я уже упоминал, даю наушники и говорю, слушай, это тебе подарок. Снова у кого. От души. И после 4 минут прослушивания довольно спокойно, я получу, наверное, чуть ли не лучшую рецензию, которую я когда-либо получал от нее. Не так плохо, как обычно. Пойдет. И знаете, я вполне доволен результатом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok